Сейчас, уважаемые братья, позвольте, предоставим слово имаму из Думан Мечеты города Махачкалы, имени Сафар. Бхаммад Ханаду, пожалуйста. 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 Бхаммад Ханаду. Бхаммад Ханаду, пожалуйста. Бхаммад Ханаду, пожалуйста. Бхаммад Ханаду, пожалуйста. Бхаммад Ханаду, пожалуйста. Бхаммад Ханаду. Бхаммад Ханаду, пожалуйста. 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 довольства Всевышнего Аллаха. Вот такие люди возводят мечети, вот такие люди украшают мечети и оживляют мечети Аибада, там говорится в этом аяте. Также хотел бы обратить на тот аят, которым обращал наш дорогой гость, который на арабском выступил, где Всевышний Аллах в сурату Нур говорит, домами, которые построились по воле Всевышнего Аллаха, они возводились по воле Всевышнего Аллаха. То есть каждая возведенная мечеть, это возведенная по воле Всевышнего Аллаха, на то была воля Аллаха, и если на то воля Аллаха есть, ни одна мечеть недостроенным не останется. Каждому только есть установленный срок. И те дома, в которых была воля Всевышнего Аллаха, чтобы там поминали Всевышнего Аллаха, говорит. Мечети — это места, где поминают Всевышнего Аллаха. Поэтому раньше, здесь тоже может есть, я сейчас не увидел, напоминание было часто, вот во всех мечетях почти были, где написано, разговаривать, мирские разговоры в мечетях — это запрещено. Есть мнение, что это харам и есть карахат. В любом случае, это порицаемое дело. Сейчас то, что в мечетях сидят некоторые люди, особенно молодые люди, которые еще не воспитаны должным исламским воспитанием, то, что они ведут неправильный образ, то, что они, то есть, разговаривают, сидят не как положено и отвлекаются на ненужные вещи, особенно во время даже ход, люди молодые сидят, в телефонах ковыряются, они вместо того, чтобы слушать проповедь, и хоть какое-то время, которое они мало находятся в мечети, хотя бы это время посвятят этому аибадату. От этого отвлеченные много людей есть. Вот эти мечети, здесь Аллах указывает, что они установлены и возведены для того, чтобы поминать Всевышнего Аллаха. И в этих мечетях читают таспех, восхваляют Всевышнего Аллаха, возвеличивают его утром и ночью, то есть целые дни и ночи. Для этого они установлены, говорит. Но кто это делает? Дальше Аллаху Таана говорит, кто может вот оживлять мечети, ходить в мечети — это Риджаль, говорит. Аллах описывает их мужами, мужчинами. В полном смысле этого слова Риджаль. И какие Риджали? Риджалю «Ля тульхихим тижаратун, вала бай'ун ан зиквиллахи», говорит. Это те мужи, которых не отвлекают их торговли и также купля-продажи, говорит. Вот такие люди, они только ходят в мечети. Как будто бы Аллаху Таала в этом аяте указывает, какие мужчины могут ходить в мечети. Не только лишь образы, а также настоящие мужи. Дай Аллах, чтобы мы были из таких людей. Это милость Аллаха, если Аллах внушает нам ходить в мечети. Если Аллаху Таала наши сердца привязывает к мечети, как предыдущий указывал на хадис, где Всевышний Аллах судный день под троном арша, под троном, то есть под тенью арша, будет в этот жаркий день защищать от этого зноя. Каких? Семь категорий людей. Среди этих людей Человек, у которого сердце привязано к мечети. Как покидает мечеть, опять он желает и ждет, когда же ему обратно вернуться, когда же у него будет возможность вернуться в мечеть. Дай Аллах нам, дорогие братья, тавфик. Счастье. Это на самом деле счастье, если Аллах внушает и помогает нам ходить в этой мечети. Кто построили, они сделали самое малое, хоть нам кажется, что это самое главное. Самое малое это здание построить, и так уж сложно. А вот сложно бороться каждый день своим нафсом, вставать на утренний намаз, идти в эту мечеть. В течение дня, когда у нас много дел, работ, оставлять эти работы, идти в мечеть. Вот это трудно. Вот это то, что называется Аль-Джихаду Акбар, как пророк Али-Исса в хадисе сказал, мы вернулись с малого джихада, когда вернулись они с боя. К чему вернулись? Вернулись к великому, главному джихаду, большому джихаду. Это борьба с своим нафсом. Вот этот нафсом, это самое трудное. Пусть Аллах поможет нам в борьбе с нашим нафсом, я Аллах. Пусть Аллах вознаградит вас за каждую копею, каждый, кто участвовал в этом деле, хоть словом, хоть какой-то поддержкой. И не смешнет баракат вам, и нам, и всем мусульманам, я Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok